МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день о самых важных и интересных событиях Оренбурга и области в материалах корреспондента ФРТ, студии Алина Волохова. И вот о чем мы поговорим в ближайшие 20 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из самых трагических дат в истории региона. Сегодня годовщина авиакатастрофы. Водитель был пьян. Полицейские озвучили подробности смертельного ДТП. Ушел в отставку. Глава Кваркинского района сложил полномочия. Что могут называть сметаной? В России изменились требования к молочной продукции. Встали на лыжи. Оренбургия присоединилась к массовой гонке лыжня России. 11 февраля – одна из самых трагических дат в истории нашей области. Именно в этот день, ровно год назад, произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 71 человека. Сегодня на месте крушения пассажирского лайнера пройдет траурная панихида. Самолет, следовавший из Москвы в Ворск, пропал с радаров спустя всего несколько минут после взлета. Позже стало известно, он разбился в Раменском районе. Обломки А-148 разлетелись на площади в десятки гектаров. На месте катастрофы работало более 600 человек. Началась процедура опознания тел. Родные смогли похоронить погибших лишь спустя 9 месяцев после трагедии. В ноябре в Ворске приземлился самолет с телами тех, кто находился на борту. Спустя год после трагедии близкие жертв авиакатастрофы отправились в Подмосковье. На месте крушения лайнера сегодня пройдет панихида. Аппаратное совещание также началось с минуты молчания в памяти о погибших в авиакатастрофе под Москвой. Траурные мероприятия пройдут и на востоке области. А сейчас к другим темам. Мы продолжаем следить за ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог уже превышен в 43 регионах. Это почти вдвое больше, чем всего неделю назад. Сложной остается ситуация и в Оренбургской области. Принято решение о закрытии всех школ Бузулука на карантин. На 8 дней учащиеся отправляются на незапланированные каникулы. В это время будет проводиться санитарная обработка помещений. Напомним, до 12 февраля закрыты все образовательные учреждения Орска. На 2 дня дольше проведут дома жители Гайского городского округа. Некоторые школы на карантине и в Оренбурге. Поликлиники региона переведены на усиленный режим работы. Медики просят избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением в случае ухудшения самочувствия. А сейчас о других новостях дня. Стали известны причины смертельного ДТП на трассе Оренбург-Акбулак. Водитель большегруза, по вине которого погибли 5 человек, был пьян. Сегодня следователи озвучили шокирующие подробности страшной аварии. Водитель автопоезда не выдержал безопасную дистанцию. И чтобы избежать столкновения с попутной машиной, резко нажал на тормоз. Большой груз вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Charan. Удар оказался такой силы, что 5 человек, включая водителя легковушки, от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще до приезда кареты скорой помощи. Еще один пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован. В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия проведено 8 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Установлена свидетельская база, доказана вина, которую водитель признал. Все необходимые следственные и процессуальные действия выполнены. Уголовное дело в настоящий момент с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Водителю больше груза грозит до 9 лет лишения свободы. И еще о происшествиях. Крупный пожар в детском саду областного центра. ЧП произошло в субботу днем. К счастью, детей в помещении не было. Однако есть пострадавшие. На место ЧП прибыли больше 30 пожарных и 8 единиц техники. После осмотра оказалось, что горит здание бывшего бассейна. Оно находится отдельно от основного строения и уже не используется. Как сообщили в региональном МЧС, есть один пострадавший. Местного сторожа с ожогами доставили в больницу. Сегодня в здании проходит санитарная уборка помещений. Как уточнили в городской администрации, детский сад номер 151 возобновит свою работу уже во вторник, 12 февраля. Нелегальное пересечение границы закончилось реанимацией. В Первомайском районе специалисты пограничного управления ФСБ задержали группу уроженцев Центрально-Азиатского региона. Они пешком, без документов, решили пересечь российскую границу. Но не все оказались готовы к крепкому морозу. Женщина получила серьезное обморожение. После оказания первой помощи ее сразу же доставили в реанимацию Первомайской больницы. В отношении остальных задержанных проводится проверка. Как сообщили в пограничном управлении, ранее этих нелегалов уже выдворяли за пределы страны. Они в течение пяти лет не имели права пересекать российскую границу. На проспекте Гагарина лоб-лоб столкнулись две легковушки. Серьезное ДТП произошло в субботу около 7 часов вечера неподалеку от дома 39.3. Как сообщили в региональном УМВД, виновником аварии стал 31-летний водитель автомобиля «Лифан». Он выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадала 27-летняя пассажирка Люксовой иномарки. С места ДТП ее госпитализировали с множественными переломами правой голени. Сам виновник аварии от прохождения медосвидетельствования отказался. Сотрудники полиции составили в отношении него административный протокол. Проверка по факту ДТП продолжается. Сложная дорожная обстановка сохраняется в нашем регионе. Туман и изморозь продолжают господствовать в Оренбурге. Однако снегопады позволят нам немного отдохнуть. Синоптики не прогнозируют осадков до выходных. На помощь коммунальщикам приходят и оренбургские инженеры. Новые методы борьбы со снегом разработали в Переволодске. На механическом заводе стартовал выпуск уникальных снегоуборщиков. Особенности оборудования и масштабы производства оценили мои коллеги Ольга Энгельс и Владислав Горбунов. Сергей Никитин помнит расцвет предприятия и банкротства в 90-е и новый подъем производства. Он из тех, кто стоял у самых истоков. Сейчас его обязанности – крепкий каркас будущему ротору. По сути, это скелет, от надежности которого зависит срок службы снегоуборщика. На него потом все фрезы вешаются, навески, на трактор все это оборудование. Снегоуборочные машины, сеноизмельчители, лопаты для тракторов на заводе берутся за любой заказ. Это самый первый образец, который здесь собрали. Он чистит территорию предприятия и улицы райцентра. За 10 лет не знал ни одного ремонта. Специалисты отмечают, что техника Переволодского механического не имеет аналогов в России. Мы применили одноступенчатую схему работы снегоуборочных машин. Но не такую, которая применялась, ну и применяется в большинстве агрегатов сегодняшних, которые производят на других заводах. Это оборудование на нашем предприятии мы разрабатывали самостоятельно. Поэтому аналогов в нашей стране не производит никто. Техника механического завода чистит улицы Оренбурга, Москвы, Сахалина, Хюменин. Сейчас здесь выполняют большой заказ для заснеженного Саратова. Количество заказов говорит само за себя. Из-за суровой зимы здесь не успевают выполнять большие объемы. Такое предприятие в регионе не единственное. Получается определенная синергия, когда в Бузлуке собирают трактор «Белорус», а в Переволодске делают для него дополнительное навесное оборудование. И это значительно добавляет его ценность для собственника. То есть кроме того, что это трактор, который выполняет ряд сельскохозяйственных операций, он еще становится коммунальной техникой. На предприятии работают 100 человек. Почти все – жители Переволодска и ближайших сел. Средняя зарплата рабочих – 30 тысяч рублей. По словам заводчан, это хорошие деньги для села. Для района это один из главных работодателей и налогоплательщиков. В среднем где-то за год они платят в пределах 3 миллионов рублей только бюджет района. Это существенная сумма для района, конечно. Более 500 единиц снегоуборочной сельскохозяйственной техники выходит с конвейера этого завода ежегодно. Но на этом останавливаться здесь не собираются. Например, вот это ротор, предназначенный для небольшого трактора типа МТЗ. Сейчас инженеры завода разрабатывают новую модель для крупногабаритной техники. Ольга Ингерс, Владислав Горбунов. Новости дня. А сейчас мы прервемся на небольшой рекламный блог, после которого вернемся и в нашей студии продолжим говорить о главных новостях дня. Ушел в отставку. Глава Кваркинского района сложил полномочия. Что могут называть сметаной? В России изменились требования к молочной продукции. Встали на лыжи. Оренбуржья присоединилась к массовой гонке лыжня России. Мы продолжаем в нашей студии говорить о новостях дня. Глава Кваркинского района снят с должности. Сергей Герасимов принял решение досрочно оставить свой пост. Напомним, что он руководил муниципалитетом с 2010 года. За 8 лет работы Сергей Герасимов проявил себя как высоко квалифицированный специалист. Ему удалось отремонтировать 3 детских сада, 5 школ и 7 спортзалов. Значительно повысилось валовое производство сельскохозяйственной продукции. Увеличился объем прибыли хозяйствующих организаций. Губернатор Юрий Берг поблагодарил главу района за работу и вручил почетную грамоту Оренбургской области. Сергей Герасимов родился в Кваркинском районе. Свою трудовую деятельность начал с должности тракториста. После работал агрономом и генеральным директором Айдерлинского элеватора. В октябре 2010 года был избран на должность главы Кваркинского района. В России изменились требования к маркировке молочной продукции. Теперь, если в составе содержатся растительные жиры, называть их сметаной или, например, кефиром нельзя. На упаковке должна быть яркая надпись с информацией о наличии добавок. Закон вступил в силу в середине прошлого года. Производственникам был дан 180-дневный срок на изготовление новой упаковки. Вести в заблуждение покупателей теперь станет гораздо сложнее. Надпись «Молокосодержащий продукт заменителя молочного жира» должна располагаться на лицевой стороне упаковки. Размер шрифта не менее 3 мм. Все это должно легко читаться. Использовать слово «молочный» в продуктах с растительными жирами запрещено. Соблюдают ли новые требования в Оренбурге и как отразились нововведения на местных производителях – об этом расскажем в вечернем выпуске новостей. Сейчас материал готовится к эфиру. И в продолжении темы образования только теперь на высшем уровне. Наш телеканал продолжает знакомить вас с лучшими разработками оренбургских ученых. На этот раз героиней нашего материала стала студентка Маргарита Русяева. Ее исследование уже сегодня позволило сделать серьезный шаг в развитии медицины. Мы видим зону подавления роста микроорганизмов, либо наоборот. Маргарита – студентка четвертого курса. В основе ее исследований биотоксические и химические соединения. Ее открытия помогают создавать современные дезинфицирующие средства, а также различные медицинские препараты. На основе металлов сейчас очень редко используют различные мази. Поэтому мы ищем те металлы, которые будут наиболее эффективны в отношении микроорганизмов. Так как сейчас эра антибиотикорезистентности и микроорганизмы очень устойчивы к различным антибиотикам. О профессии микробиолога девушка мечтала еще со школы. Уже с первого курса Маргарита начала заниматься наукой. Ее авторские разработки уже не раз оценили на всероссийских и международных форумах. Одним из последних достижений девушки стала победа на конкурсе «Студент года». Каждого человека делает что-то счастливое. Меня это делает наука. Не знаю, мне интересно, так как все люди говорят, что это микробы. Но это не микробы, это микроорганизмы, которые также растут, развиваются, размножаются, дышат. Сегодня Маргарита не только сама открывает новый мир микробиологии, но и помогает сделать это другим. Девушка ведет дополнительные занятия для младших курсов. Наукой заниматься необходимо. Во-первых, потому что когда человек делает что-то руками, он закрепляет свои теоретические знания. Это систематизирует их представление о отдельных направлениях науки, потому что они занимаются активно поиском литературы, обработкой данных. Плюс они учатся правильно обрабатывать те биологические данные, которые они уже получили. Сейчас Маргарита готовится к защите диплома. И уже уверена, что посвятит свою жизнь микробиологии. В планах работа в научном центре. Правда, пока подходящие вакансии нашлись только в других городах. Юлия Зеркова, Алина Волохова, Семен Воробьев. Новости дня. И к новостям спорта. Кубок Южного Урала по конкуру состоялся в Оренбурге. А главными рекордсменами стали спортсмены из восточной столицы. О крепкой дружбе с лошадьми и о том, как задобрить спортсменку по имени Витаминка, смотрите в материале Диляры Тимирбулатовой. Эти лошади с легкостью берут любой барьер. С таким же азартом они выступали и на Кубке Южного Урала по конкуру, где показали отличные результаты. Ольга Антонова рассказывает, пока опыт в соревнованиях у этих рысаков небольшой. Поэтому перед каждым выходом нервничают и паникуют. Они очень сильно нервничают, паникуют постоянно. Им надо, чтобы в поле зрения друг друга видеть. Маршрут достаточно был такой тяжелый на управление. Вот это был, наверное, единственный сложный момент. Ну, радостный. Конечно, очень радовалась за своих спортсменов, которые прошли чисто и заняли призовые места. Ольга Антонова гордится своим скукуном. Семилетняя Вильгерсия любит прогулки. Но в ее каждодневном графике большую часть времени занимают тренировки. Интенсивная работа над упражнением позволяет добиться нужных результатов. Не меньше старается и этот рысак. Его зовут Витаминка. Ему 7 лет. На турнире по конкуру в областном центре он в паре со спортсменкой Вероникой Костенко взяли бронзу. Он волновался перед соревнованиями. Как бы, все равно лошадь волнуется перед соревнованиями, как и всадник. Справиться с волнением перед выходом помогают лакомства. Морковь и сахар, рассказывает девушка. Сейчас спортсмены вместе с лошадьми усердно готовятся к турниру, который пройдет в Башкирии уже в марте. Ляр Смирбулатова, Наталья Бейкер и Николай Бараников. Новости дня. Еще один важный способ передвижения – это лыжи. В эти выходные состоялась самая массовая гонка страны. 73 региона стали частью лыжни России. В Оренбурге местом проведения традиционно стала Большая поляна за Уральной рощей. Ежегодная гонка лыжни России входит в Книгу рекордов Гиннеса, как самое массовое зимнее мероприятие на планете. Оренбург не мог остаться в стороне от такого события. Из года в год на знаменитую акцию собираются поклонники здорового образа жизни. Дистанция всего один километр и главенствует олимпийский принцип – главное не победа, а участие. В программе забеги ведь персоны ветеранов, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, школьниц и школьников, студентов СУЗов и ВУЗов, коллектива физкультуры. Спасибо нашим оренбургцам, что они вот так активно откликаются на проведение таких вот соревнований, замечательных, общероссийских. Причем в строю стоят и люди уже достаточно солидного возраста, и ребятишки совсем маленькие, и представители самых разных профессий, и чиновники встали на лыжи, и наша администрация здесь тоже на лыжах стоит. Поэтому все в одном спортивном строю, все равны, у всех хорошее настроение. Победители и призеры гонки в различных категориях награждались кубками и дипломами, медалями и подарками. Всего в этом лыжном фестивале приняли участие более 5000 любителей активного образа жизни. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Новости дня. На этом пока все. Более подробно об этих и других новостях дня наши корреспонденты расскажут в вечерних выпусках. Встретимся ровно в 19 часов на нашем телеканале. Оставайтесь вместе с ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин